В сегодняшнем видео я вам хочу показать тот способ, который не нужно ни программного обеспечения, ни еще чего-либо, никаких джелбреков, но с возможностью обойти iCloud активацию на ваших iOS устройствах. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Так как вы поняли, ситуация будет в чем? Разводит iS-устройство, которое заблокировано по iCloud, то есть никак дальше не пройти, если не ввести данные учетной записи на электронный адрес, который закреплен. Я вам отличный способ продемонстрирую, как это сделать через DNS сервера. Как все-таки это сделать? То есть у нас телефон на активации стоит, неважно, мы нажмем в Соединенные Штаты, и вот здесь что у нас происходит, то есть какой у нас будет обход. Вот мы зайдем в настроечки Wi-Fi, здесь у нас сейчас произведется якобы подключение, но мы попадаем в вот такое вот меню, секретное меню через DNS, и я вам расскажу, что мы здесь можем получить. То есть когда мы попереходим по пунктам, нас интересует именно меню, только меню. Вот раз мы зашли, нам выкидывает обычный сайт, но нам нужно вернуться обратно в меню, и мы тогда получаем небольшой доступ к телефону. То есть чтобы вы понимали, мы конечно же не попадаем полностью на все эти данные, они для нас закрыты, можете полазить, посмотреть, то есть для вас будет доступный интернет. И первый пункт, вот это Pro-версия, здесь не будет доступна, нужно будет выйти назад. А вот где FreeWeb iOS, это именно те приложения, которые нам будут доступны бесплатно. Ну в принципе о чем говорит нам название. Поэтому давайте, вот мы перешли на наши приложеньки, то есть у нас будет доступно вот три рабочих стола, там с описанием. Здесь вот давайте перейдем, допустим, в YouTube, я вам покажу наглядно, я включил инверсию на темном, чтобы было не бликовало сильно, и вам лучше было понятно, что и как здесь идет. Давайте наберем что-то. Вот, пожалуйста. Отлично заходит, это я включил такую инверсию на iPhone 6s, поэтому не пугайтесь, но сам факт, смотрите, это все доступно, перешел на свой канал, и в принципе это дело работает. Давайте включим наш последний видеоролик, и сами об этом убедитесь, к примеру, предпоследний. Единственная проблема здесь, то, что когда мы будем переворачивать телефон, он не будет у нас разворачиваться в 16 на 9 по горизонтали. То есть нам доступно вот такое-то окошко, но оно доступно, как бы вы можете полноценно пользоваться, чисто как интернет-устройство, полазить, посерфить где-то, попереходить на какие-то сайты, короче, фильмы, музыка, видео вам это будет доступно. Но остальное, конечно, к сожалению, не будет доступно. Поэтому вот такая вот история. Так вот можете лазить по ютубу, по еще каким-то данным, какие здесь будут вам доступны и приглянуться, но, к сожалению, там смс или заметки, там это вам доступно не будет. То есть там настройки, можно зайти, язык интерфейса, об этом устройстве и так далее. То есть, как все-таки это сделать? Так вот, когда мы на начальном экране активации, вот как можете заметить, на самом начале мы нажимаем, допустим, язык, выбор страны, там не имеет значения. И вот здесь нам нужно будет нажать на сети Wi-Fi, то есть другие настройки, именно в этом меню. Нам нужно будет нажать на буковку и опуститься ниже настройки DNS вручную. И вам нужно будет прописать вот этот DNS, удалить все те, которые у вас здесь будут. Прописывайте полностью вот 104.154.51.7 или же как будет в описании, посмотрите. Вот, выбрали наручную, вписали, просто выходите назад, вам нужно будет перезагрузить устройство. Вот, даже прямо с этого меню я сейчас выключу при вас и, в принципе, сделаем перезагрузочку, чтобы у нас дальше при подключении Wi-Fi вот такая вот функция вылетала. И вот у нас активация прошла. Нажимаем на кнопочку, здесь точно так же выбираем язык, русский, страна, пускай будет Соединенные Штаты. И вот здесь настроить вручную, например, тут продолжить. То есть, посмотрите то, что вот до активации, когда у нас здесь будет подключаться к какой-либо сети, вот он сейчас сам выберет, и мы попадем в это меню. Он автоматически перейдет, нужно будет подождать, вот видите, и автоматически попадает нам в нужное меню. Вот. Опускаемся ниже. Вот теперь я в белую. То есть, опять, все то же самое проделаем в меню. Первый раз мы не попадаем, куда нам нужно. Нам нужно будет выйти. И еще раз нажимаем меню. И вот со второго раза мы попадаем. Это стабильно. Точно так же будет опять используйте FreeWeb iOS. То есть, это те приложения, которые будут доступны в онлайн использовании. То есть, неважно. Вот, что бы это ни было, вы можете перейти в Google, прописывать все, что вам нужно, кого вы там будете искать, и вы все это дело найдете. То есть, это все работает наглядно, сами можете видеть. То есть, какой-то доступ к интернету вам будет. Поэтому, вот, кому интересно было, поставьте палец вверх. А еще раз напоминаю то, что все описания есть ниже под видео. На самом деле, ни взлом, ни обход. Это просто использовать через DNS серверы. Именно часть ту, которую можно просто использовать интернет-трафик. Именно в браузере. Что-то войти в Google, посмотреть какой-то YouTube. И так далее, и так далее. То есть, где-то посерфить в интернете, что-то посмотреть неполноценно. На полуэкранчика, можно сказать. Но все-таки это можно. Не совсем бесполезное будет устройство. Но, хоть какую-то активацию, какой-то лайфхак вы можете показать друзьям. Очень, в принципе, интересно. То есть, как по мне, лучше, чем ничего. Всегда. Нужно уметь научиться радоваться мелочам. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Оставляйте ваше мнение в комментариях. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok